привет друзья короткое видео я уже понимаю что пора сделать что-то очень такое техническое наверное уже пришло пришло время я просто честно говоря жду когда у меня появится возможность подключить микрофон и сделать свои видео чуть чуть более красивыми и поэтому вот как раз вот и поговорим про так сказать трешниковые каналы youtube что такое трешниковый канал в моем понимании есть я так думаю три вида таких вот каналов первый вид каналов трешника это вот такие вот миллионные каналы типа вот типа газ типа вот такие вот там типа мэмори там какой-то там брейн брейн гейм что-то такое то есть не такие странные немножко название и там и да и такой вот контент типа 5 самых крутых там не знаю видов коров в индии там да или там 8 самых злых бандитов времен там 19 века причем забавно что в принципе такие каналы вот смотрят их он действительно миллионы сколько там лайков и дислайков непонятно коммента бывает по несколько тысяч одно только интересного это вот это вот странное дежавю когда ты смотришь это понимаешь что ты тоже где-то видел другой стороны тебе же в ютюбе показывается где-то что видел и как это ты видел и ты вот смотришь вы лишь видел как бы мимо этого всего нету этого как бы что ж такое короче получается вот и значит это первый вариант трешника то есть там пиши не пиши ты будешь там только разговаривать с какими-то там я не знаю единомышленниками которых это найдет второй вариант трешника это каналы типа моего да почему потому что я в принципе ютюбер уже можно сказать со стажем но я до сих пор еще вот у меня нету какой-то вот специальной аппаратуры там нету каких-то вот нарезок каких-то не вставляю там никакие ролики то есть в этом плане даже наверное наиболее примитивным примитивисты как бы они тоже этого принципе не делают то есть возьмем к примеру канал допустим вот того же викернеса да то есть немножко там как-то чё-то какие-то фотки там покажет еще что-то но там монтаж такой очень на уровне там чики-пыки и все но есть конечно солидные такие масштабные каналы то есть над которыми люди работают вот я когда слышу что люди делают сценарий к следующему видео для меня это но респект безусловно то что 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 я не делаю никаких сценариев это сто процентов я просто вот что в голову сейчас вот не брело то я вот вам и говорю 39 трешника это вот эти вот каналы которые вот знаете как бы вам сказать это каналы всякие которые вот строятся на каких-то дурацких приколов то есть но вот самый такой наверное лучший образец такого канала это наверно мопс вот какая то есть такая личность по имени мопс какая то есть легенда насчет этого мопса то есть кто он такой что якобы там какой-то там якобы супер криминальный авторитет и все такое там и короче очень контент весьма соответствующий к этому не относятся каналы типа гриба баз которые сделаны очень толково с точки зрения их стримов и с точки зрения их подачи потому что честно говоря вот уж у кого весь учиться вести стримы так это наверное воду джона клюкера но вы знаете что я люблю этот канал и очень уважаю этих людей но у них вот у них это немножко вот по-другому а вот есть такие вот странные вот карачки типа вот таких узнаете вот там типа там бомжи там какие то вот еще там какие то странные такие вот люди и вот с ними тоже как-то вы знаете непонятно то есть это с одной стороны вроде как интересно другой стороны это как-то вроде очень то есть они чё-то там рассказывать в принципе на что на возьми бутылку подойдет любого алкашу на улице налей моем где расскажите что угодно был такой фильм короткометражный назывался трансформатор это было еще до ютюба кто сможет его найти в поисковике тому респект и уважение может быть даже он поделится здесь в комментариях ссылкой на этот короткометражный фильм то есть там ребята студенты просто по дороге на какой-то кинофестиваль короткометражек напоролись на двух работяг которые охраняли трансформатор который случайно слетел грузовика он весил несколько десятков тонн поэтому его огородили поставили там вагончик и на сидят два мужика и просто пьют по-черному и это главное значит 10 минут где-то это длится вот этот монолог этого вот валерки которые типа получается такая вещь что этих двоих бедняк просто там вот заперли они там вот это не заперли заставили их так сказать охранять этот чертов трансформатор который в итоге потом разбирают на металлолом или я не портал его разобрали металлолом то ли остался просто вот но они сидели бедняги охраняли значит это все дело короче да и начал сняли на эту тему фильм фильм этот он шел на уран я правда говорю с вами о таких старых в древних временах что возможно что она была и не совсем то есть когда еще не было вот этого формата сейчас вот таких вот трансформаторов миллионы две тысячи и конечно вот эти вот странные каналы которые вот просто читается какая-то книга вот типа психологии все такое на самом деле человек просто берет читает у них видимо тема это размещение рекламы в основном какая-то то есть явно такая коммерческая тема я честно говоря какая тут может быть коммерция в этом ютюбе это совсем для меня непроходимый вопрос то есть я не совсем понимаю этого дела коммерция не коммерция то есть может и коммерция чё-то узнает так сказать надо разбираться в этом всем деле так что вот такие у меня наблюдения причем вот насчет этого дела вот недавно был как раз видос опять же мистер лизард а также еще один человек на которого лизард делает ссылку если кого-то очень интересует я посмотрю потом и тоже поставлю значит там речь идет о том что нужны ли так сказать видео вот на реакцию то есть видео показывающие реакции людей на что-то и вот нужны они или не нужны но честно говоря на мой взгляд так это масло масло то есть ну что значит нужны и не нужны как бы а что а сами мы видео делаем не на реакцию что ли получается опять же есть многие люди которые меня там спрашивают типа говорят что почему нельзя так почему нельзя так потому что у меня просто нет такой аппаратуры опять же вот интересное явление это для гитаристов это то что есть в русских гитарных блоках фактически каждый гитарист если он что-то хочет показать он это показывает обязательно с каким-нибудь плейбэком с барабанами с басухой с видом секции а в швеции допустим такого нет человек просто берет инструмент и вот он демонстрирует его как он есть и там не цель показать как он круто играет там цель показать инструмент и поэтому вот когда он допустим весь канал хороший гитарной истории обожаю этот канал это надо так смотреть любить как бы но я люблю вот и там хороший канал но все время его пишут что типа играть тебе надо так то так то так да какая разница как ему играть ребята он же вам не это хочет показать какой он крутой он вам рассказывает историю какой-то гитары как бы и мнение об этой гитаре и все такое то есть почему бы и нет собственно говоря ради бога то есть это наоборот это хорошо что он это делает но он же не себя не показывает как супер гитариста как бы он просто рассказывает вам вот эти вот истории которые мне лично очень интересно это смотри вот так что теперь вопрос о нужности этого всего или нет я не ставлю потому что нужно это или нет решает каждый сам за себя просто я рассказываю что такое явление есть а что с ним делать хорошо оно плохо вопрос это ответ это требует оно решение или не требует оно решение это уже давайте в коментах дискуртировать всем пока да сегодня я снимаю в другой комнате поэтому символ будет на пусть пока пока пока